Даже когда у меня выходной, я сижу дома, я всё равно работаю. Но я работой это не называю, я просто создаю что-то красивое. Я занимаюсь рукоделием, творчеством, творю красоту, можно сказать, даже из ничего иногда. Занимаюсь и бисероплетением, и батиком, и рисованием, вышивкой, всеми видами почти рукоделия. И также последнее время я занялась перегорочатой эмали. Древняя техника, работа серебром. Вот так обычно выглядит весь процесс, мой рабочий стол. Так, с первого взгляда я непонятно, как будто какая-то химическая лаборатория, но это не так. Здесь все необходимые инструменты, материалы для работы с горячей эмалью. Перегорочатая эмаль сама представляет из себя порошок. Сделан из натуральных камней, которые потом это всё смешиваются с дистиллированной водой, и с помощью этого, как краской, наносится рисунок. Но сам рисунок изначально делается из серебра 999-й пробы, без примесей. Серебром я больше занимаюсь для удовольствия. Мне нравится сам процесс вот этот, потому что он включает в тебя не только серебро и какие-то изделия, ещё и живопись. Цитами можно играться, нету рамок никаких. Всё, что хочешь, делаешь. Когда ты видишь, что это востребовано, ты всё больше делаешь, и больше работаешь, и ночами не спишь. Это твоя жизнь, творчество. Заходишь в транспорт, и там видишь, у кого-то твоя брошка. Это же приятно, значит, всё-таки людям нравится твоя работа. Это вдохновляет, даёт больше сил. Ты можешь из ничего сотворить что-то конкретное. Даже элементарно просто взять какую-то ткань, закрутить его в розочку, пришить булавку, и уже брошка готовая. Просто ходишь по улицам, смотришь вокруг, облака, солнце. И это всё вдохновляет. Ты садишься и раскладываешь материал, и это само уже идёт. Я вообще в разных направлениях стараюсь. Я и ковкой занималась, и чеканкой. Но с серебром, я вам скажу, что даже больше мастеров женщины, потому что это огромное терпение нужно с перегородчатой эмали работать. Там очень аккуратная работа, маленькая тоненькая проволока. Ты из него выкладываешь рисунок, рисуешь эскиз, допустим, да, какой-то, если ты не можешь сразу этой проволокой рисунок делать. Все мужчины готовы сидеть две недели делать одно изделие. Некоторые хотят сразу итог увидеть. Я стараюсь делать свои изделия доступными, чтобы все могли позволить себе такую красоту приобрести. Десять лет работаешь, делаешь, но ты одна это всё делаешь. Хочется уже весь опыт передать, всем рассказать, научить. Я хочу типа школы что-то открыть, мастер-классы проводить. Этому можно обучиться, вот главное желание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова